Медный и бронзовый век. Оба этих периода означают начало использования меди в жизни людей. Сначала самородную, а потом уже выполненную из пород и минералов. Древние культуры использовали самородную медь на протяжении столетий. Археологические свидетельства из район Великих озер Северной Америки указывают на то, что древние коренные американцы работали с самородной медной родой по крайней мере 9,5 тысяч лет назад. В конце концов, люди открыли способ извлечения меди из медных минералов путем плавки. Одним из первых этих минералов был малахит, который в своей чистейшей форме содержит до 57% меди. В археологических кругах ведутся жаркие споры о том, когда, где и кто впервые плавил малахит для получения меди. Выплавка меди на Ближнем Востоке датируется примерно 6,5 тысяч лет назад. Находки в Сербии указывают на то, что выплавка там появилась 7 тысяч лет назад. В Вельсе 3800 лет назад было произведено 1760 тонн меди из малахита, добытого на рудниках Грейт Орму. Существует также доказательство того, что древние мезоамериканцы самостоятельно разработали выплавку меди около 700 года н.э. В любом случае, развитие этого процесса было невероятно важным. Малахит оказался важнейшим элементом в завершении каменного века и начале медного и бронзового веков. И сегодня мы познакомимся с этим минералом. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тистоун. Приятного просмотра. Есть несколько теорий о возникновении названия минерала. Одна теория гласит, что название он получил от реческого слова «малохэ» или от «малахитес литос», что означает «мальва» или «мальвово-зеленый камень», потому что камень такого же цвета, как листья мальвы. Даже Плини Старший в своем монументальном труде назвал минерал «малахитесом». Все из-за цвета и схожести узорами с растением. Другая же теория предполагает, что его название могло произойти от греческого слова «малакос», что означает «мягкий», из-за его замечательной податливости для скульптуры и резьбы. Помимо своего основного названия, «малахит» также известен под множеством других названий, например, «зеленая хризакола», «зеленый карбонат меди», «шелковистая медь», «зеленый медный цветок» и многие другие. «Малахит» сыграл важную роль в начале медного и бронзового веков, когда люди научились делать более совершенное оружие – мечи, ножи, копья и другие. И этот успех, а также его красота, определили богатую историю минерала, наполненную легендами и мистикой, а также широким спектром применения. Начать, думаю, стоит с древнего Египта, с цивилизацией, в которой не только восхищались малахитом, но интегрировали его в свою повседневную жизнь и духовные практики. Известно, что египтяне измельчали малахит в мелкий порошок, чтобы использовать его в качестве макияжа для глаз. Да-да, так же, как азурит. Малахит украшал как мужчин, так и женщин своим ярким зеленым цветом, символизируя как красоту, так и защиту. Более того, фараоны вставляли малахит в свои головные уборы, веря, что он поднимает их на более высокий уровень сознания, позволяя им отличить правду от лжи. Эта глубокая связь с малахитом также переплеталась с мифологией, с рассказами о богине неба Хадхор, которая обожала этот камень, утверждая, что он образовался из звезд, упавших на землю. Есть утверждение, что малахит был прибыльным источником одной из первых отраслей промышленности Синайского региона Египта, который сейчас известен как Суэцкий канал. Еще в 4000 году до нашей эры, кристалл малахита был популярен у египтян как обладающий терапевтическими свойствами, поскольку считалось, что этот поразительный зеленый камень защищает от эпидемий того времени. Что же касается Древней Греции, то там он использовался для детских колыбелей и кроватей, поскольку считалось, что он защищает от злых духов. По этой же причине для детей изготавливали и амулеты из малахита. Минерал также использовался взрослыми для изготовления ювелирных изделий. Как и в Египте, малахит измельчали в порошок для косметических теней для век. Одним из самых известных применений малахита в Древней Греции было декоративное украшение в знаменитом храме Артемиды. Знаменитый философ первого века и римский историк Плини Старший описывал этот храм как обильно украшенный малахитом. Что касается Древнего Рима, то здесь он был известен как Павлиний Камень, в основном из-за его ассоциации с Юноной, римской богиней, которая питала особую любовь к павлинам. Закрученные узоры и округлые формы внутри малахита напоминали привлекательные перья павлина, очаровывая римлян. Они верили в защитную силу малахита, изготавливая амулеты для детей и помещая их в кроватки, чтобы защитить новорожденных. Кто первый придумал идею защищать детей малахитом, греки или римляны, неизвестно. Малахит также тесно связан с историей Китая, из-за роли, которую медь сыграла в развитии бронзового века в этой стране. Бронза, сплав меди и олова, была известна в Китае, возможно, еще 3000 лет назад. В Китае минерал ценился за его использование в медицине, как источник пигментов и за его природную красоту. Многие оттенки зеленых пигментов, используемых в живописи древнего Китая, происходили из тонко измельченного порошкообразного малахита. Так что же такое малахит? Малахит – красивый зеленый минерал, который по всему миру используется в ювелирных изделиях и других декоративных предметах. Он состоит из меди и гидроксида карбоната, что делает его одним из многих минералов, называемых карбонатами, с таким химическим составом. Малахит считается вторичным минералом медь-содержащих минералов. Он образуется на небольших глубинах в земле, в зоне окисления над медными месторождениями и служит в качестве разведывательного ориентира для меди. Малахит требует как ионов меди в растворе, так и газированной воды или взаимодействия с известняком для саждения. Это происходит в трещинах, пещерах, полостях и межзерновых пространствах пористой породы. Кристаллы могут образовываться в виде коротких игл, которые расходятся веером радиальным. Но чаще встречаются гроздевидные, форма, состоящая из множества округлых сегментов, похожих на виноград, или крупные гладкоокруглые агрегатные массы. Он также может образовываться в виде сталактитов. Малахит обычно встречается вместе с азуритом, другим вторичным минералом меди, который имеет синий цвет. Азурит и малахит отличаются только соотношением меди к карбонату в их химическом составе. Малахит образуется, когда доступной меди слишком мало для образования азуритом. Разница между ними незначительна. Один ион меди и один радикал карбоната. Конечным результатом является то, что малахит имеет более стабильную молекулярную структуру, а азурит может легко превращаться в малахит при соответствующих условиях. Малахит относительно мягкий, с твердостью по моосу от 3,5 до 4 и очень чувствительный к теплу. Камень может варьироваться по виду от прозрачного до непрозрачного, с цветами от светло-зеленого, который считается редким, до более темных оттенков зеленого, которые вы можете обычно встретить по всему миру. Самый популярный цвет – изумрудно-зеленый, но вы также можете найти этот минерал в оттенках синего и желтого. Полощатый рисунок малахита позволяет легко отличить его от других похожих типов и цветов минералов. Сегодня малахит добывает в Демократической Республике Комга, Габоне, Намибии, Мексике, Австралии, Марокко, Китае, Бразилии и в США. А вот в 1800-х годах крупные месторождения высококачественного малахита были в Уральских горах. Помимо использования в ювелирных изделиях, этот малахит широко использовался и в декоративных целях. Наиболее примечательным из них является малахитовая комната в Зимнем дворце Санкт-Петербурга – Эрмитаж, спроектированная в 1830 году для императрицы Александры, жены царя Николая I. В комнате есть малахитовые колонны и камины, большая урна и мебель. Аналогичная малахитовая комната в Кастиле де Чепульте-Пек, Мехико, имеет малахитовые двери вместе с урнами. Другие прекрасные примеры. Демидовская ваза, которую можно увидеть в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Таца, датируемая 1820-40 годом, произведена на Екатеринбургской императорской гранильной фабрике. Что интересно в этих и других предметах из российских шахт, так это то, что они не являются цельным малахитом. Натуральный малахит слишком рыхлый, чтобы его можно было разрезать на очень большие куски. Художники-резчики разработали технику облицовки, чтобы накладывать тонкие пластины малахита на металл или камень. Узоры пластин должны были быть тщательно подобраны, чтобы готовый предмет приобрел вид цельного малахитом. Они были сделаны так хорошо, что часто невозможно увидеть соединение. Сегодня малахит чаще всего гранят на кабошоны или бусины, создают декоративные фигурки, шкатулки и различные изделия, пытаясь подчеркнуть красоту камня в конечном творении. Но добытый материал часто имеет полости небольшого или среднего размера по всему камню – каверны. Это может создавать проблемы для огранщика драгоценных камней. А еще, когда малахит смешивается с другими минералами, также могут возникать проблемы при огранке, из-за разницы в твердости между различными минералами. Полости или каверны, как натуральные, так и появившиеся после вырезания, мастера часто запечатывают наполнителем, обычный это клей вместе с кусочками малахита, чтобы сохранить целостность камня. Это нельзя назвать подделкой, но этот аспект может повлиять на финальную стоимость изделия. И если уж говорить про подделку, то для этого чаще всего используют или смолу, или резину, пытаясь придать им цвет и рисунок малахитам. Но это очень плохо получается, и вы всегда можете определить на глаз, этот малахит натуральный или нет. К тому же, натуральный малахит достаточно тяжелый минерал, из-за содержания меди, а подделка, если она сделана из пластмассы, будет достаточно легкой. Но и не стоит забывать, что настоящий малахит известен своими полосчатыми или концентрическими узорами с различными оттенками зеленого, часто напоминающие глаз быка или имеет закрученный узор. А поддельный малахит может иметь нарисованные, напечатанные или искусственно созданные узоры, которые не обладают естественной сложностью, присущей подлинным образцам. Как видите, малахит не просто красивый минерал с ярким зеленым цветом. Он стал одним из минералов, который подтолкнул прогресс развития различных цивилизаций, подарил нам неописуемую красоту в различных изделиях, помогал девушкам и мужчинам прошлого выглядеть красиво, а сегодня радует глаз своими рисунками, узорами и красотой. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое из этого видео. Не забывайте подписываться, ставить лайк и делиться роликом с друзьями. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока.